Знаменитый Кембридж, среди выпускников которого 31 нобелевский лауреат, празднует юбилей. Ему исполнилось 800 лет. Торжества продлятся весь год. Одно из первых поздравлений старейшему университету Европы отправила Россия. Фортепианный квартет Кредо посвятил юбилею две мировые музыкальные премьеры. Это аэротеатр англичанина Криса Уиллеса и рождественскую музыку российского композитора Павла Карманова. Подробнее об этом Вера Назарова. Один из самых знаменитых университетов мира Кембридж начинает принимать поздравления со своим 800-летием. Самый первый подарок от музыкантов из России. Фортепианный квартет Кредо сыграет в университете произведения русского композитора Павла Карманова и англичанина Криса Уиллеса, посвященные Кембриджу. Накануне в Лондоне состоялась их мировая премьера. Павел Карманов пишет в стиле минимализма. И такой хард-рок иногда там прослеживается. А Крис Уиллес более классический. Играют в церкви Святого Иоанна, где в 18 веке впервые прозвучали многие произведения Генделя. Премьерой лондонская публика встречает восторженно. Музыкантов несколько раз вызывают на бис. Квартет Кредо существует уже 8 лет. Отмечен премиями нескольких международных конкурсов. Много гастролирует. Принять участие в юбилейных торжествах музыкантов пригласило русское общество Кембриджского университета. Оно активно старается приобщать студентов к российской культуре. Показывает знаменитые фильмы, устраивает викторины, концерты. Часто на них звучит музыка Чайковского, получившего в Кембридже почетную степень доктора музыки. Мы стоим напротив самого прославленного колледжа в Кембридже, Тринити колледж, в котором наибольшее количество нобелевских лауреатов на весь Кембридж, в котором учились все великие русские люди, и в котором они пребывали. Например, Эйнштейн, Капица, в котором учился в 20-е годы Владимир Набоков. Именно тогда он основал русское общество Кембриджского университета. Историю легенды своего университета знает каждый студент. Предмет особой гордости вот это Яблоня, который, по легенде, обязан своим открытием Ньютон. Сюда выходили окна его комнаты. Правда, жить в ней для сегодняшних студентов не привилегия, а наказание, из-за отсутствия минимальных удобств. Музыкантам обещают экскурсию, но только после репетиции. Вибрация в конце ноты. Не в начале ноты вибрация, и не в середине, а когда в конце она начинается. Музыкантам обещает. Композитор Павел Карманов как часткий. Только не с корабля на бал, а с самолета на концерт. Прилетел и сразу включается в работу. Я готов делать замечания сколько угодно, и это может продолжаться годами. Но надо когда-то останавливаться, и в конце концов не все замечания бывают правильными. Некоторые мешают исполнителям, некоторые помогают. Поработав с исполнителями над своим рождественским квартетом, композитор отпускает их побродить по Кембриджу, вдохновиться перед концертом. Гид – студентка Тринити колледжа, математик из Москвы. Гид – была договоренность с немцами, чтобы не бомбили Кембриджи и Офганской, Центр науки и культуры. Мимо самой старой церкви Кембриджа, построенной за два века до создания университета, четверку музыкантов проводят колледжем. Всего их 31. Как правило, они соперничают друг с другом. Иногда даже за привилегию установить у себя на башню часы. Гид – это Четен Джоз устроил эту башню, кусками, все как положено. Осталось только сделать часы, да? А Тринити взяли и сплатили деревянные часы. Тринити обманули Центра. Легенды, рассказанные в темноте, создают у музыкантов мистическое настроение. Сейчас там выйдет кто-нибудь из-за угла. С привидениями, правда, встретиться не удается. Экскурсия продолжается в старинной библиотеке. Говорят в привилегии, что здесь Нюта впервые изменил скорость звука. Так, значит, он встал напротив и встал попу с ладоши. И слушал, когда произойдет отражение звука. Вот так он изменяет ли у нас. Да. И вот все вот здесь делают. Через несколько часов аплодировать будут уже им. Очень эмоционально. Потрясающе. Я увлекаюсь музыкой, пою в хуре. Для меня это просто подарок. Великолепное исполнение. И так здорово, что произведения посвящены нашему университету. Юбилейные торжества продлятся весь год. Но этот концерт запомнится не только потому, что первый. Он запомнится своим посвящением. Тем, что здесь исполнялись произведения специально в честь Кембриджа созданные. Ведь не так уж часто композиторы дарят свои сочинения университетам. Даже очень знаменитым. Вера Назарова, Александр Терензев, Вести.